Улучшение ситуации с коронавирусом позволило отменить обязательное ношение масок в общественных местах на территории Подмосковья. Соответствующий документ на днях подписал губернатор региона Андрей Воробьев. С 15 марта также нет необходимости соблюдать социальную дистанцию. С учетом того, сколько мы натерпелись от ковида, то думаю, наверное, все-таки это победа. Потому что любая большая победа складывается из многих маленьких. Поэтому, естественно, в масках ходить это, конечно, безопасно, но не для всех это очень удобно. В прямом эфире на нашем телеканале главный врач Видновской районной клинической больницы Бутай Бутаев рассказал, кому врачи все же рекомендуют продолжать пользоваться масками. Те люди, которые подвержены респираторным заболеваниям. Соответственно, те люди, у которых есть сопутствующие заболевания, в том числе и дыхательные. Любой вирус, скажем так, может вызвать какое-то обострение и хронического заболевания. Поэтому, безусловно, по возможности лучше иногда перестраховываться. Ну и для пожилых в том числе. Носить маски или нет, теперь личное дело каждого. Я, например, заметила, что в осенне-зимний период стало меньше болеть. Поэтому и дальше буду носить маски в общественных местах. А что думают об этом видовчане? Давайте узнаем. Я сама в красной зоне работала. Поэтому я с удовольствием. Мне так надоело эти маски, костюмы. Так что, конечно, хорошо. Но, я так думаю, все-таки, может быть, в транспорте и в таких вот скоплениях, в таких вот... Может, все-таки стоит иногда все-таки одевать в автобусе, в метро. Иногда, когда массово, много народу все равно одеваем. По привычке уже, наверное. Ну, может быть, и буду. В зависимости от окружающей обстановки. Если будет кто-то там плохо чувствовать или что-то, надевать, наверное, маску. Наверное, нет. Потому что я сделала прививку, и поэтому я думаю, что не стоит бояться. У общественных транспортов, может быть, будем. А так на улице я смысла не вижу. А зачем ее носить? Я уже переболел. Маски отменены, ковид-то никто не отменил. Поэтому маски ношу в общественных местах, да. Ну, конечно, отмена масок, я считаю, что это позитивная тенденция. Я думаю, что она говорит о том, что, видимо, и наш Минздрав справляется, и ситуация с ковидом улучшается. Словом, за почти два года ношение масок стало делом привычным. И немногие пока рискуют полностью отказаться от их использования. Ну, а нам остается надеяться, что ковид в скором времени окончательно отступит. Екатерина Борисова и Сергей Ларин, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.